Всем добра, с вами Каролина, и добро пожаловать в новое видео. И сегодня мы с вами поговорим на довольно сложную тему касательно индустрии кей-поп. И мы поговорим с вами о вращении. И это действительно такая вот тяжелая моральная история касательно того, что часто люди складывают совсем не то впечатление о кей-поп индустрии, о байдалах, чем то, которое есть на самом деле. И, собственно говоря, мы погрузимся просто в самую глубину этой индустрии, что же там происходит и что прячется от ваших глаз, и что красивая картинка еще не значит, что у айдолов действительно все хорошо. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мои социальные сети, также пишите свое мнение на тему в комментариях. Ну, а я вас всех очень сильно люблю. Ну, а мы начинаем. Да, если вы находитесь давно в каком-то гей-поп фандоме, то вы, скорее всего, пережили огромное количество различных историй, связанных с айдолами, с вашими любимчиками, которые происходили в их компаниях. И, соответственно, часто путается вот это вот самое плохое обращение. Я не буду еще раз называть это слово, потому что YouTube оно не нравится, поэтому обойдемся фразой плохое обращение. И плохое управление. Потому что плохое управление – это когда просто, ну, например, компания не особо занимается каким-то артистом, они его так оставляют, он там занимается себе спокойно своими делами какими-то и так далее, пока не вмешаются фанаты. А вот это вот самое плохое обращение – это уже немного другая история. И плохим обращением своим славятся бывший директор YG Entertainment Ян Хюн Сок и директор Улим Энтертеймент. Потому что и тех, и тех ловили на негативном отношении к своим собственным айдолам. То есть эти люди могут спокойно говорить о том, что, ну, например, участники их групп какие-то там страшные, они отвратительные, они мерзкие, они толстые, им стоит что-то с собой делать. В общем-то, сюда примешиваются всевозможные оскорбления в сторону айдолов. И если они так позволяют себе себя вести на каких-то открытых площадках, то есть, допустим, на шоу, то что можно говорить о том, что происходит за кулисами? То есть, когда никто не видит, они могут спокойно, ну, например, поднять руку на айдолов, они могут спокойно там через каких-то менеджеров еще как-то еще сильнее унижать этих самых айдолов. И поэтому, когда находится кто-то, кто пытается защитить этих людей, говоря о том, что нет, ну вот, это же прекрасная компания. Если компания изоправляет человек, который может позволить себе прямые оскорбления в сторону айдолов, в сторону обычных людей, казалось бы, таких же, которые приносят ему эти самые деньги за счет своей карьеры, которые там поднимают его популярность как-то и так далее, и он к ним вот так вот относится, то что можно говорить, например, об отношении к стажерам, которые, ну, скорее только тратят деньги. И поэтому у компании YG Entertainment есть вот эта вот политика, связанная с тем, что если вы там не какой-то богатенький, то на вас с большой вероятностью даже не посмотрит никто. Если у вас нет каких-то там связей и так далее, то им плевать на вас, они даже не будут с вами возиться, потому что вы станете еще одним тем человеком, к которому можно относиться, ну, вот так вот. Чтобы вы просто понимали, многие сейчас скажут, что в компании YG Entertainment сменился директор, и поэтому там сейчас все иначе. Нет. Главным акционером компании все еще является все тот же самый человек. Соответственно, этот самый человек все так же продолжает влиять на компанию, что бы там ни происходило. Например, история, связанная с группой BLACKPINK. На группу BLACKPINK компания YG Entertainment готова была забить максимально сильно, и они это делали. Они это делали множество раз. Они продолжают делать это сейчас. Но фанаты обеспокоены тем, что от Дженни поступают угрозы. Компания ничего не делает. Они говорят, что все как-то само там, все как-то само сложится, вообще наплевать. А фанаты говорят, что им не хватает каких-то камбэков и так далее. Есть, конечно, такие очень интересные люди, которые такие, редко, зато качественно. Нет, извините, в кип-поп индустрии это так не работает. Кип-поп индустрия заточена на музыку и частые камбэки. Кип-поп индустрия заточена на то, чтобы айдолы работали как айдолы, а не как инстаграм-модели. И, соответственно, фанаты возмущались подобным отношением. И тут у IG такие, году в 2020-м, такие, окей, ладно. Вот вам песня, вот вам еще одна песня, вот там альбом скоро будет, вот там соло, вот там дебют в сериале. Но при этом многие адекватные действительно фанаты, ослепленные вот этим фанатизмом по компании IG Entertainment, каждый раз, заходя, например, в профиль Дженни, отслеживают то, что происходит что-то странное. Они просто замечают вот этот вот момент, что за всей вот этой вот картинкой красивой стоит что-то не особо приятное. Потому что, опять же, как я сказала выше, Дженни получала и до сих пор получает различные угрозы и все в таком духе. И компания с этим ничего не делает и не собирается делать. Им наплевать. То же самое касается других участниц группы. Потому что, опять же, часто они встречаются с не самым хорошим отношением. Что же касается других странных моментов, на которые многие такие, ой, да ладно, да подумаешь, это, например, тщение группы BTS и группы VIX. Что касается группы BTS, то это было в American Hustle Life, это была все подстава. И, в общем-то, казалось бы, в этом нет ничего плохого, потому что, ну, как бы они просто сделали это для шоу. Что касается группы VIX, то это было реально. И вот этот вот момент может напрягать, потому что компании думают, что подобное разыгрывать нормально, что вгонять в сильнейший стресс участников – это нормально. но на самом деле это не так. И когда фанаты пытаются возмущаться и говорить, что что за бред вы вообще творите, компании часто такие, ну, мы ничего же плохого не делаем, это нормально, это вот мы просто такую рекламную акцию строили. Но подобные рекламные акции не стоят того. И многие компании попадают в том, что у них не просто плохое управление группами, то есть они не знают, как это нормально делать, как нормально продвигать свои группы, а то, что у них действительно плохое обращение, то, что у них присутствует или в компании. И от этого становится даже как-то мерзко, потому что часто бывает вот эта вот история, когда после окончания своего контракта айдолы приходят на какие-то шоу, либо же рассказывают об этом в своих социальных сетях, что они находились в ужасных условиях. Например, мы в самом начале, еще вот давно, если вы тот самый олдфак, то вы знаете, что раньше было огромное количество шоу, где показывали, как живут айдолы, в каких условиях, показывали их общежития. Например, по-моему, был выпуск с группой Secret, где оказалось, что они живут в очень маленькой комнатке, где еле-еле помещаются два матраса, и всего лишь одно окно, и то они заклеивали его фольгой, чтобы никто к ним там случайно не подглядывал в это самое окно и так далее. И это отвратительно. И, соответственно, руководство компании, какие-то менеджеры и прочие люди из компании, они наделены властью, властью против фактически подростков, потому что чаще всего стажеры берут с 12 лет и старше, и поэтому они чаще берут именно подростков, потому что подростками можно легко управлять. Их родители подписали эти контракты, а в контракте указано, что они не могут поплакать со своим родителем и все рассказать, чтобы те их забрали. И поэтому продолжается вот это вот издевательское отношение, и никто об этом долгие годы не знает, потому что даже после окончания контракта стажерского, айдольского, есть несколько лет, которые являются сроком давности так называемым. И во время действия этого срока давности они по-прежнему не имеют права что-либо разглашать. И чаще всего, когда появляются какие-то истории айдолов, истории стажеров, то это значит, что эти самые люди были стажерами несколько лет назад. У них вышел срок давности, поэтому они могут все рассказать. И да, тут как бы действует такой вот закон для многих людей, формат того, что не кусай руку, которая тебя кормит. Потому что айдолы, стажеры, они действительно не будут рассказывать что-то плохое о компании, в которой они находятся, потому что тогда отношение к ним станет еще хуже. Например, вот эта вот самая история с контрактом. Контракты кипов не просто так называются рабскими контрактами, потому что условия там действительно часто нечеловеческие. Несмотря на то, что сейчас уже меняется огромное количество там условий, указанных в этих самых контрактах, до сих пор менеджер, например, может отобрать телефоны у стажеров, у айдол, чтобы те ими не пользовались. Они могут контролировать все, каждое слово, каждое действие айдола. Они могут контролировать их общение с другими людьми. Они могут контролировать буквально все, каждый шаг, проверять вот досконально каждый, каждый, каждый момент. Далее, максимально неприятная история, которая показывает лишний раз, что компании не такие белые и пушистые, и что не только проблемы в управлении есть, но и в комобращении. Это связано с группой New Kid. По-моему, они называются так. И тогда фанаты возмутились вот каким моментом. Это то, что трое участников группы неожиданно исчезли. То есть они просто пропали с радаров. И фанаты стали замечать неладное, потому что куда они делись? Компания не делает никаких заявлений. Они сами никак себя не проявляют, ничего не делают, ничего не показывают. Потом компания внезапно объявляет, что участники попали в больницу, но никаких нет подробностей, нет ничего. И тогда фанаты стали писать в том же Твиттере о том, что нужно провести расследование касательно жестокого обращения со стороны компании в сторону участников группы New Kid, потому что есть вероятность того, что они ему подверглись, и что они были ИДы, что они испытывали другие, некоторые еще более неприятные сложности. Также подобное было и с другими группами, когда они даже подавали иски в суд. Мы сейчас не будем говорить про компанию ТС Энтертеймент, это вообще отвратительная, ужасная история. А мы сейчас не будем затрагивать еще одну группу, я сейчас немножко подзабыла их название, когда они подали иск против своей компании, как раз таки из-за этого самого обращения плохого. Причем настолько плохого, что в деле фигурировали фотографии с синяками, с вырванными волосами и все-все-все прочее. И участники буквально ревели, чтобы их выпустили из этой компании. И если это еще не говорит вам о том, что компании не такие белые и пушистые, как может показаться, то я не знаю, что еще сказать. Потому что все очень явно. И почему это происходит? Сейчас многие могут сказать, что, ну, наверное, это можно пережить даже как-то. Нет, плюс нельзя пережить просто так. Это психологическое или это физическое, это моральное, материальное и все в таком духе. Это ужасно. Стоит понимать, что сам менталитет, вот этот вот корейский с гиперуважением к старшим и так далее, он приносит свои негативные плоды в этом отношении. Потому что человек, который старше, вам автоматически нужно как бы делать, как он скажет. Быть таким, как он скажет. И поэтому многие вот очень сильно прогибаются. И поэтому, например, компании не особо заинтересованы брать прям совсем иностранцев. Например, если вас до сих пор удивляет, почему компании не особо сильно смотрят в сторону СНГ стран, так это то, что их напрягает вот это свободолюбие чрезмерное. А чрезмерное такое вот жесткое отношение, то есть это люди, которые могут пойти против системы, которые не понимают их систему, не понимают отношения к тому, что нужно уважать старших, гиберуважать, гиберпочитать старших. Такое есть в Корее, в Японии, в Китае. И нужно это понимать. И, соответственно, да. А когда вы видите, например, какого-то человека, который такой, это я не буду делать, это я не хочу, так я не буду, так мне не нравится, то делайте выводы сами. Ну и тем более, эта история еще была как бы довольно давно, когда SM Entertainment всем рассказали, что возможно через несколько лет у них что-то получится. сейчас ничего не получится, все очень плохо. И поэтому, да, какой бы красивой, яркой ни казалась эта индустрия, то стоит понимать, что за кулисами, за границами вот этого вот телевидения, например, когда вам показывают такую красивую, классную жизнь айдолов, с тем, что у них есть некоторые трудности, но все не так плохо, то стоит понимать, что не так плохо стоит умножить на 100. У многих из них все очень плохо, даже если они в крупной компании, и они показывают вот эти вот кадры, что вот они вот так вот живут, они не так живут, потому что еще несколько лет назад большинство компаний отказались от того, чтобы демонстрировать реальную жизнь своих стажеров. Как раз-таки после истории из группы Secret, когда раскрылась вот эта вот нелицеприятная правда касательно условий жизни, компании такие, не, мы больше в этом не участвуем, мы больше в это ввязываться не будем. Когда вы видите слишком красивую жизнь у айдолов, у стажеров, то вам стоит понимать, что она не такая, это просто телевизионная картинка и не более. А за кулисами творится некоторая жесть. Даже в самых-самых-самых лучших компаниях. У них есть фаворитизм. Да, некоторые участники получают себе что-то больше и лучше, они все-таки классные становятся для компании, они их любят, обожают, там в попку их целуют, но большинство участников подвергаются не самым хорошим вещам. Что уж тут говорить о трене, если с подобным отношением сталкиваются айдолы, которые приносят компании деньги. Трене только тратят деньги компании. Соответственно, к ним часто, в принципе, относятся как к мусору, что очень-очень печально. Ну, а свое мнение касательно всего этого, конечно же, пишите в комментариях. Мне будет очень интересно с вами все это там обсудить. А я вас всех очень сильно люблю. До новых встреч춰 assertively, до новых встреч. До новых встреч. 여러분, potato on Nyang. 았ø with Jibata. Продолжение следует...